привет друзья с вами давид резаев продолжим развеивать мифы об инвестировании и сегодня поговорим о том куда лучше вкладывать деньги чтобы получить максимальную прибыль как размышляет большинство инвесторов дата куда вообще люди вкладывают деньги недвижимость валюта драгоценные металлы кита инвест проекты кто-то еще считает хорошим вложением денег в дорогие автомобили банковские вклады давайте разберемся с каждым из этих направлений недвижимость покупаем какую-то условную квартиру за 3 миллиона рублей коммунальные услуги плюс налоги на имущество за три года приблизительно станут владельцу в 270 тысяч рублей что делаем с квартирой сдаем ее в аренду за 20000 рублей ежемесячно и за три года сумма которая принесет владельцу данная квартира составит 720 тысяч рублей за три года при условии что простоев не будет доходы минус расходы получается что квартиры за 3 миллиона рублей принесет самому владельцу 450 тысяч рублей за три года неплохо но маловато валюта ак если бы купить тысячу долларов по 32 рубля и положить их под подушку то сегодня это бы тысячу долларов было бы в три раза дороже и весело бы тяжелее все говорят о необходимости держать часть накоплений в валюте и мы согласны что это неплохое вложение но уж очень долгосрочная например валюту можно откладывать на будущее обучение вашему маленькому ребенку точно пригодится драгоценные металлы отличное вложение приобрести какой-то ювелирный раритет и хранить его как семейную ценность на самый страшный черный день но имеет смысл только если у вас есть другие стратегические финансовые запасы если же покупать золото и серебро это вложение по своим перспективам еще более долгосрочная чем валюта для сравнения 2015 году максимальная цена за один грамм золота была около 2900 рублей на 3 ноября 2020 года один грамм стоит примерно 4900 рублей и один грамм серебра в январе 2015 года стоил 39 рублей 29 копеек максимум его цены в 2020 году был в августе и стоил он тогда 68 рублей 25 копеек за пять лет цены выросли грубо говоря в два раза неплохо но долго теперь сектор приз автомобиль да ладно покупаем какое-то условное авто за полтора миллиона рублей заметьте не в кредит не в займ а из имеющихся у нас наличных денег в среднем за три года авто само по себе потеряет в стоимости помните когда мы покупаем вещь выносим ее из магазина и хотим потом продать она уже никогда не будет стоить столько же сколько был указан на ценнике а тем более если этой вещью пользовались так и авто за полтора миллиона рублей через три года превратится в авто за миллион двести плюс расходы на парковку страховку обслуживание налоги по некоторым подсчетам они тянут на 300 500 тысяч рублей за три года в зависимости от региона марки автомобиля и так далее это грубая оценка но она приближена к реальности поэтому автомобиль это не вложение денег это дополнительная статья расходов приятная такая но достаточно затратная далее банковский вклад представьте что мы не купили машину из предыдущего примера а положили деньги а на вклад под пять процентов годовых и за три года полтора миллиона рублей привод превратятся в миллион семьсот двадцать пять тысяч рублей прирост капитала получится почти 15 процентов неплохо но эта сумма за три года также помним что рубль валюта нестабильная и она склонна к девальвации инвестирование сейчас везде и всюду предлагают вкладывать инвестировать вариантов процентных ставок и условий вкладов множество мы возьмем за пример конечно же инвестирование в торги по банкротству берем те же самые полтора миллиона рублей да вы не купите авто и не отнесете эти деньги в банк а принесете к нам в на и мы оформим с вами договор и вы будете просто наблюдать как растет ваша прибыль при условии что полтора миллиона рублей вложены на год и выплаты вы получаете каждые три месяца и в ваша прибыль составит за весь период двадцать четыре процента годовых или триста шестьдесят тысяч рублей если же полтора миллиона рублей проинвестировать на два года и получить выплату в конце срока то доход ваш составит двадцать восемь процентов годовых или четыреста двадцать тысяч рублей чуть чувствуете сумма тяжелее и ваша прибыль увеличивается и теперь подытожим сдача в аренду квартиры принесет нам пять процентов прибыли в год рост валюты драгметаллов предсказать сложно но их прирост по стоимости за прошедшие пять лет составил сто процентов однако почувствовать его смогли только те кто вложил очень большую сумму денег и не факт что в следующие пять лет такая тенденция роста сохранится автомобиль сомнительное мероприятие для вложения денег и получения пассивного дохода а для семейного бюджета это скорее всего статья расхода чем доход банковский вклад в среднем дует пять процентов годовых мало инвестирование в торги по банкротству с приростом прибыли от 12 до 28 процентов годовых при этом количество выплат за период вы регулируете сами при заключении договора сегодня мы с вами поговорили об инвестировании в разные каналы но помните что полученные знания ничего не изменит пока вы не начнете внедрять их в жизнь подробнее об инвестировании в на можно узнать перейдя по ссылке в описании оставляйте заявку и мы вам подберем подходящий лично для вас вариант вложения средств торги по банкротству спасибо за внимание берегите себя на связи был давид резаев увидимся с вами в следующих видео пока пока